На востоке Украины продолжаются тяжелые бои. Российские войска пытаются продвинуться на изюмском направлении, чтобы затем наступать на Славянск и Краматорск. Однако эти попытки пока не приносят существенного успеха из-за упорного сопротивления украинской армии. На позициях украинских военных на изюмском направлении побывали наши корреспонденты Антон Алексеев и Кристиан Сверхсдан. Украинские танки после ремонта проходят обязательную калибровку перед возвращением на фронт. Учебные стрельбы проходят в нескольких километрах от линии фронта на изюмском направлении. В строй возвращаются как танки, так и экипажи. Механик-водитель с позывным «Цезарь» — личность в этих краях легендарная. На предыдущем своем танке он сражался против Кантемировской дивизии — гордости российских бронетанковых войск. Подбили танк, танк горел, я успел выпрыгнуть, и это самое... Отбежал от танка, а потом пытался спасти командира. Ну, танк сгорел очень быстро, и командир погиб. Наводчик обгоревший, но целый. Поэтому... Раскатали они меня красиво, конечно, поймали. Один танк против Кантемировской дивизии тяжело. А если вам сюда, допустим, «Леопард» пришлют, или какой-нибудь этот самый «Леклерк» французский, или «Абрамс», сможете? Да. Дня 3-4, и поехали. Да, я вам вполне серьезно говорю, дайте мне любой танк, и я вам через 3-4 дня буду не хуже, чем на Т-64БВ, как механик-водитель. Я вам слово даю. Извините, а сколько вам лет, и каким образом вы еще в строю? 54 года, и танки, очень люблю танки. Поэтому в строю. И любой танк, который будет, он будет тоже в строю. Так выглядит линия фронта на одном из участков Харьковской области. Поля, лесополосы, окопы и постоянные ракетные и артиллерийские обстрелы. На Визюмском направлении российские войска пытаются выбить украинцев с занимаемыми позицией, но пока что им это не очень удается. На Визюмском направлении ситуация под контролем, стабильная. Мы контролируем противника, контролируем его перемещение. Куда бы они не решили двинуться, мы знаем об этом заранее и поражаем их с момента их выдвижения. Они несут большие потери. И правда, попытки сходу занять то или иное украинское село, чехто заканчивается для российских солдат. Плачевно. Их командование их обманывает. Все направлено на то, чтобы они шли в бой. И им говорят, вот натеренный пункт, он свободен. Идите, занимайте, ставьте блокпосты, охраняйте. Они подъезжают, а там военнослужащие вооруженных сил Украины дают им по зубам. И они уезжают. Ну как уезжают? На самом деле уже не уезжают. Вот и все. Вот такая ситуация. Ты давно вот на фронте? Ну да, с первого дня, до 4-го числа. На фронте именно тут. И держимся, ну как бы. Нормально все. Спокойно, как бы. Свою роль в отражении российской агрессии играет и поставляемая западными странами вооружение. Благодаря зарубежным партнерам мы получаем большое количество вооружений. Наиболее эффективно противотанковое вооружение, которого у нас не было. Это лавы, джавелины и так далее. То есть все оружие, которое нам было необходимо, у нас уже есть. И мы готовы уничтожать и уничтожаем противника. Это поселок Барвенково на Изюмском направлении. В последние недели он стал мишенью для российской артиллерии и систем залпового огня. Жители вынуждены покидать свои дома, или вернее то, что от них осталось. Мы их забрали из разрушенного дома. Сегодня? Да, только что забрали из разрушенного дома. Сегодня ночью в их дом прилетел снаряд. В другом селе за час до нашего приезда под обстрелом погиб оставшийся без хозяев домашний скот. Пострадала и местная школа, хотя школьная библиотека уцелела. Правда, теперь ее посетители не школьники, а защищающие село украинские солдаты. Украинские военные сообщают, что в течение последних суток отбили несколько атак российских войск на Донбассе. Российские силы сосредоточили усилия на установлении полного контроля над Попасной и возобновление наступления на населенные пункты Лиманы-Северск. Украинские военные силы в Луганской области готовятся к более мощному наступлению противника, пытающегося прорваться в Северодонецк или Попасную. Ожесточенные бои идут в населенных пунктах на подступах к Северодонецку. Контроль над ними между сторонами постоянно меняется. На территории Азовстали в Мариуполе продолжаются бои. Британская Миноборона предполагает, что штурм комбината – попытка добиться к 9 мая победы над Азовом.